Добрый день! Время новостей на телеканале ПС в студии Олеся Кокина. Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2018 года в России объявляется десятилетие детства. Также Владимир Путин поручил правительству утвердить в течение трех месяцев план основных мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках десятилетия детства. Кроме того, в это время в России будут предприниматься все меры для стимулирования рождаемости и проводиться политика материнства и детства. День защиты детей стал и поводом для встречи представителей прокуратуры региона с уполномоченным при губернаторе Архангельской области по правам ребенка. К сожалению, как показывает статистика, права детей в нашем регионе нарушаются все чаще. Только с начала этого года выявлено более двух тысяч случаев. Мы выявляем нарушения, связанные с обеспечением прав детей на доступность дошкольного образования. Наиболее актуальны на сегодня вопросы устройства детей в детские сады в возрасте от полутора до трех лет. Хотя в некоторых муниципальных образованиях по-прежнему еще есть проблемы с обеспечением местами детей, достигших трехлетнего возраста. Однако и сами подростки часто превышают свои права. Только за прошлый год в области зарегистрировано чуть менее 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Такое поведение подростков – результат воспитания, которое дает семья и школа, считают специалисты. Если, допустим, ко мне обращаются с вопросами ненадлежащего, предвзятого отношения к ребенку со стороны, допустим, педагога конкретного учреждения, то, конечно, эти обращения, как правило, мы отрабатываем сразу же. Не становится меньше и нарушений прав ребенка со стороны родителей. Только за прошлый год таких случаев выявлено свыше 7 тысяч. Поставить лайк и помочь ребенку, на первый взгляд, вещи несоизмеримые. Но доказать обратное пытается семья Миткиных. Людмила и Вячеслав призывают всех отдать свой голос за их дочку Дашу, у которой заболевание центральной нервной системы. Участвуя в фотоконкурсе, семья стремится выиграть главный приз – курс реабилитации в Словакии. И доказать – тяжелый диагноз еще не приговор. Пока Даша на третьем месте по количеству голосов. Как можно помочь девочке, расскажет Анна Рязанова. Даше Миткиной почти два года. Она, в отличие от своих сверстников, только-только делает свои первые шаги и еще не умеет говорить. Дело в том, что Даша, четвертый ребенок в семье, появилась на свет на 26-й неделе беременности. Этому маленькому комочку весом в 990 граммов было нечем дышать. При родах не раскрылись легкие. Тяжелейшая двухсторонняя пневмония, кровоизлияние в мозг, легкие желудок. Далеко не все, что пришлось пережить ребенку. Шансов на жизнь врачи практически не давали. И тогда мы приняли решение окрестить ребенка. Нам врачи разрешили любезно, мы окрестили ее прямо в реанимации. На четвертый день действительно ей практически сразу стало лучше. То есть параметры ИВЛ стали меньше. И ребенок в состоянии стабилизировалось. И потихонечку вроде мы пошли на поправку. Но болезнь не отступила. Оказалось, что у Даши сильно пострадал головной мозг. Инвалидность, тяжелая степень ДЦП. То, с чем столкнется ребенок в ближайшем будущем, предупредили врачи. Родителей диагноз не испугал. Они продолжили бороться за жизнь их малыша. Войтотерапия, методика Муромова. И девочка начала переворачиваться, ползать, научилась сидеть и даже неуверенно ходить. Семья использует любые возможности для того, чтобы помочь Даше победить болезнь. Сейчас Миткины участвуют в фотоконкурсе «Адели шагает по планете». Победа в котором означает получение бесплатного курса реабилитации в известном Международном медицинском центре в Словакии. Нужно всего лишь проголосовать, пройти по ссылочке и оставить голос за нашу фотографию. Курс реабилитации в этом санатории, который включает в себя методики и логопедические, и больниологические, и массаж, и лечебную физкультуру, были бы для этой девочки очень полезны для того, чтобы она продвинулась еще больше по пути своей восстановления нервной системы. И возможно даже она стала почти здоровым человеком. Голосование открыто до 12 июня. Поставить лайк можно без регистрации в один клик. И самое важное – голосовать необходимо каждый день. Сейчас Миткины занимают третье место. Их опережают семьи из Новосибирска и Чехии. Анна Рязанова, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. Право строить многоквартирные жилые дома получили многодетные семьи Архангельской области. Такая возможность появилась благодаря изменениям в областном законе о порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан. Но для этого многодетным семьям необходимо объединяться в жилищно-строительные кооперативы, которым на период строительства земельные участки будут предоставляться в безвозмездное пользование. После того, как дом построят и первая семья получит свидетельство о праве собственности, земельный участок автоматически перейдет в собственность всех участников кооператива. Стоит заметить, что многодетная семья может быть принята в ЖСК, если она самостоятельно уже не приобрела бесплатный земельный участок. К другим темам делегация Архангельской области продолжает работу на Петербургском экономическом форуме. Представители Поморья активно участвуют в деловой программе форума. Глава региона Игорь Орлов уже представил опыт Архангельской области на сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики». Суть метода во взаимодействии крупных и мелких предприятий. Промышленные гиганты обеспечивают заказами маленькие производства, что позволяет комплексно развивать отрасль на конкретной территории. Наш регион имеет опыт в создании трех кластеров – судостроительного, лесопромышленного и социального. Сейчас в стадии реализации биотехнологический кластер. А утром на встрече с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым было подписано соглашение между Архангельской областью и Федеральным агентством связи. Николай Анатольевич подтвердил, что мы попали в приоритетные регионы по отработке технологий создания и развития системы телемедицины. Мы ожидаем, что в июле по договоренности с министром он совершит визит в Архангельскую область, где мы обсудим вопросы телемедицины и вообще развития системы связи и коммуникаций в регионе. Кроме того, есть еще целый ряд направлений, которые, безусловно, интересны региону с точки зрения развития, цифровизации в целом всех наших направлений деятельности. Кроме того, планируется заключить еще ряд стратегических соглашений, реализация которых привлечет в регион порядка 800 миллионов рублей. На площадках форума работает и наша съемочная группа. Сейчас с нами на прямой связи по телефону из Санкт-Петербурга моя коллега Светлана Дейнека. Светлана, здравствуйте. Ждем новых вестей с форума. Олеся, добрый день. Что ж, первый день Международного экономического форума в Санкт-Петербурге перевалил за экватор. Но деловая активность на площадках не снижается. Кажется, что мои коллеги, журналисты, снуют буквально везде. И это впечатление не обманчиво. На форуме работают 2500 представителей СМИ. Форум 2017 юбилейный для губернатора Поморья Игоря Орлова, пятый. Главу нашего региона знают, узнают, останавливают. Он дал интервью на площадках РИА Новости и ТАСС. Кстати, на площадке ТАСС произошла спонтанная встреча с губернаторами соседних регионов. Немецкого автономного округа, Ямало-Немецкого автономного округа, Мурманской области. Своим коллегам Игорь Орлов вручил журнал, который был сделан как фотоиток 4-го арктического форума. Напомню, он прошел в Архангельске 29 и 30 апреля при участии президента страны Владимира Путина. Здесь, на Питерском форуме, главу государства ожидают завтра. Путин даст совместную пресс-конференцию с представителем России, экономика которой является сегодня третьей в мире. Олеся. Спасибо. С нами на связи была Светлана Дейнека. Уже в 19.20 на канале ТВ-центр расскажем, какие результаты принес нашему региону первый день международного экономического форума. Продолжаем. С сегодняшнего дня в каждом регионе России начинают действовать новые нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Обновленные платежки россияне получат в июле. Мера должна решить проблему непрозрачных квитанций, когда жильцы платят за перерасход тепла, воды и электричества, которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий. Теперь управляющая компания не вправе выставлять жильцам счет, который превышает норматив. В каждом регионе они будут свои и коснутся потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, водоотведения для содержания общего имущества в многоквартирном доме. От этих нормативов напрямую будет зависеть размер оплаты данных расходов. Все подробности на портале ЖКХ Архангельской области. Пропавшего 25 мая Владимира Ховенко нашли. Следователи обнаружили труп молодого человека на пустыре рядом с моим Оксанским кладбищем. Напомню, 23-летний Ховенко пропал из съемной квартиры при странных обстоятельствах. Мужчину искал весь город. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В результате разыскных мероприятий был установлен водитель такси, который в день убийства подвозил двух мужчин от дома, где жил Ховенко, в сторону моим Оксанского кладбища. Оба были задержаны. От одного из задержанных в последующем были получены признательные показания, где он сказал, что прибыл в квартиру, из которой у нас исчез 23-летний мужчина, и помог ему в машину такси загрузить большой тяжелый пакет. В месте, на который указал таксист, где была сделана остановка в районе Маймоксанского кладбища, было обнаружено тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти. По версии следствия, убийцей оказался близкий друг Владимира Ховенко, у которого последний снимал квартиру. В качестве мотива названа личная неприязнь подозреваемой задержан и отдача показаний, пока он отказался. В эти минуты в гостиных дворах проходит чествование медалистов 16-х Дельфийских игр России. Впервые Архангельскую область представили сразу 100 представителей талантливой молодежи. Конкурсанты приняли участие во всех традиционных номинациях. Народный и современный танец, эстрадное пение, тележурналистика, фотография. Среди участников был и мастер по плетению из бересты Антон Садков. Он стал лауреатом первой степени в номинации «Народные художественные ремесла и промыслы». Причем золотых медалей две – за победу среди российских участников и лучшее исполнение среди делегатов от СНГ. Плетением из бересты Антон занимается уже 7 лет. Ну это фактически чуть ли не половина моей жизни, как минимум. Ну, на самом деле мне приятно заниматься. Это доставляет удовольствие, радость от процесса, радость от готового уже изделия. Репортаж о серианах лауреатах дельфийских игр смотрите в 19.20 на канале ТВ-центр в программе «Автограф дня». Городские чиновники вместе с представителями федерации и руководителями детско-юношеских спортивных школ провели круглый стол. В центре внимания вопросы развития физической культуры и спорта в Архангельске. На встрече также обсудили вопросы подготовки кадров для спортивных учреждений, состояние объектов города и вопрос финансирования спортсферы. Этой теме особое внимание и приоритет, поскольку только за год организовано 269 городских спортивных мероприятий и 83 выездных. В них приняли участие более 28 тысяч человек. В спортивном сезоне 2016-2017 года согласно календарному плану физкультурно-масок и спортивному мероприятию по настольному теннису проведено около 60 соревнований от окружных до всероссийско-международного уровня, в которых приняло участие более 4600 человек. На совещании было отмечено, что в Архангельске на подъеме детский спорт. В учреждения дополнительного образования приходят все больше ребят. Совершенствуются и инфраструктуры. Завершен капитальный ремонт бассейна в микрорайоне первых пятилеток. В высокогорке появился стрелковый тир. В центре Архангельска спортивная площадка для занятий воркаутом. Также за круглым столом говорили о развитии спортивных федераций и о кадровом резерве. Сегодня, безусловно, нужно говорить о партнерстве. Поэтому я сказал, что ряд федераций сегодня выходит с инициативой городу Архангельску, чтобы они сами готовы вложиться в небольшом объеме, но как-то делать эти шаги. И у тех активных партнеров, которые сегодня видят, где у нас есть развитие, мы готовы идти навстречу. И, безусловно, что называется, рубль к рублю делать. О том, что спорт в городе развивается, говорят и результаты сдачи ГТО. Только в прошлом году нормы выполнили 195 человек. Из них, золотой знак, получили 76 человек. Это все новости к этому часу. Информационный итог дня представим в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин